В этом видео будут 5 горячих акций, которые могут быть интересны к покупке прямо сейчас. Так что обязательно досмотри этот ролик до конца, чтобы не пропустить ни одну из этих интересных идей. Ну а перед тем как начать, у меня для вас есть важное объявление. Я думаю вы знаете, что у меня есть различные курсы по инвестициям, но сегодня у меня есть специальное предложение для вас на черную пятницу. Вы сможете приобрести один или несколько моих курсов с максимальной скидкой. Таких скидок еще никогда не было. Итак, о каких же курсах идет речь? Во-первых, это конечно же наш бестселлер. Это фундаментальный анализ акций. Там мы разбираем весь фундаментальный анализ от А до Я. Второй курс это фундамент современного инвестора. На этом курсе вы сможете получить инвестиционную базу. И последний наш курс на сегодняшний день это практический курс по работе с Interactive Brokers. Но еще есть специальное особое предложение, где вы сможете приобрести все три курса со скидкой аж целых 80%. Распродажа будет действовать всего лишь несколько дней, так что не упустите такую возможность купить курсы со скидкой. Ссылка на сайт, где вы можете приобрести эти курсы, находится в описании под этим роликом. Ну а мы с вами перейдем к разбору интересных акций, которые можно приобрести прямо сейчас. И первой акцией будет PayPal. Я думаю, все вы знаете, что это компания PayPal и чем она занимается. Это один из крупнейших платежных сервисов. По капитализации он уже вполне может соперничать с такими гигантами, как Visa и MasterCard. Чем же интересна компания PayPal? Ну смотрите, прежде всего она интересна, конечно же, динамикой своих котировок, которые значительно снизились. С начала года котировки снизились на 19,5%. За последние полгода минус 27%. И за квартал на 31%. То есть компания уже более чем на 30% откатила со своих исторических максимумов. Почему же это вообще происходит? Ну во-первых, это конечно же влияние пандемии. Поскольку пандемия и локдауны напрямую влияют на объемы платежей и транзакций. И все платежные системы, конечно же, сталкиваются с такой вот проблемой. Но это проблема временная. Вторая причина это, конечно же, то, что PayPal заявила о том, что она прекращает сотрудничество с eBay. А соответственно PayPal будет за счет этого часть своей выручки терять. Это тоже негатив. Ну и вообще последнее время во всем секторе платежных систем наблюдается негативная динамика. И PayPal не является исключением. Но на мой взгляд это пока всего лишь временные проблемы. PayPal имеет очень сильные показатели. Они имеют по-прежнему растущую выручку, растущие тренды по чистой прибыли, высокую маржинальность. С точки зрения фундаментала компания очень и очень интересная. PayPal имеет очень высокую рентабельность капитала, около 24%, и высокую маржу по чистой прибыли, около 20%. Последние три года средние темпы роста выручки составляли около 18%, что достаточно неплохо. Кроме того, я думаю, что ситуация с eBay является временной, поскольку PayPal начинает партнериться с Amazon и Walmart. Таким образом он сможет существенно нарастить выручку, объем транзакций, а соответственно и увеличить прибыль. PayPal имеет достаточно неплохие перспективы роста, так считают и аналитики. Если мы посмотрим на прогнозы по выручке, то аналитики считают, что выручка компании будет расти средними темпами около 20% в год. Также если мы посмотрим на прибыль, мы увидим, что аналитики прогнозируют рост прибыли 15,6% в 2022 году и 26% в 2023 году, после чего темпы роста составят 22-23%. То есть перспективы роста у компании PayPal по-прежнему очень неплохие. Из минусов стоит отметить, что компания по-прежнему не дешевая. Форвардный мультипликатор PI 2021 года около 41% и я бы не сказал, что это дешево. Конечно же по текущим мультипликаторам PayPal сейчас стоит немножко дешевле своих среднеисторических значений за последние 5 лет, но компания по-прежнему дорогая. Так что я не говорю о том, что стоит покупать PayPal на всю котлету прямо сейчас, но текущий откат уже заставляет задуматься о том, чтобы потихоньку начать подбирать PayPal в свой портфель. Кстати, я именно так сейчас и делаю. Потихоньку начинаю собирать позицию в PayPal, потому что долгосрочная компания мне кажется привлекательной. И я вижу по ней целевую цену 250-260 долларов как минимум. А то и больше в долгосрочной перспективе. Следующая акция, на которую, как мне кажется, стоит обратить внимание, это компания Activision Blizzard. Смотрите, какой произошел откат в котировках Activision Blizzard. Практически сотни долларов мы улетели на 60. За последние полгода динамика акций минус 37%. То есть акция очень-очень неплохо откатила со своих максимумов. Является ли это неплохой возможностью для покупки? Давайте вообще разберемся, почему же Activision откатила со своих максимумов на 30%. Во-первых, конечно же, в последнее время Activision постоянно преследует различного рода скандалы. Но я считаю, что это даст скорее временный эффект, чем какой-то эффект постоянный. Также компания столкнулась с задержками в выпуске нескольких своих продуктов. Это тоже определенно было проблемой. Еще одной проблемой можно считать то, что игровое сообщество очень, скажем так, негативно восприняло последний релиз по франшизе Call of Duty, а именно Call of Duty Vanguard, что также отразилось на динамике котировок. Все это в совокупности создает такой идеальный шторм для компании Activision Blizzard. Но, тем не менее, если мы посмотрим на финансовые показатели, финансовые показатели остаются очень и очень неплохими. Во-первых, Activision Blizzard это компания, которая работает на растущем рынке. И она по-прежнему является одним из лидеров отрасли с такими крупными франшизами, как Call of Duty и World of Warcraft. А у этих франшиз, как вы знаете, огромное количество игроков и поклонников. У компании отличная маржа и по-прежнему неплохие темпы роста. Но чем она сейчас может быть особенно интересна, так это, наверное, своей оценкой. Если мы посмотрим средние оценки по мультипликатору PE за последние 5 лет, то Activision Blizzard торговалась по мультипликаторам 24-25. Сейчас мы видим мультипликатор около 16. То есть сейчас по Price to Earnings компания торгуется с явным дисконтом. Но если мы посмотрим на прогнозные показатели, то выручка компании, скорее всего, будет расти. Если прибыль компании также будет подрастать, то уже к 2023 году мы увидим мультипликатор 13.3. К 24-25 мультипликатор будет уже около 11. И на горизонте следующих 5 лет мы можем увидеть мультипформерный мультипликатор ниже 10. А это, как вы понимаете, очень и очень дешево. Что же можно отнести к минусам компании Activision? Ну, во-первых, скандалы вокруг Activision все еще не улеглись. Поэтому, в принципе, мы можем увидеть в ближайшее время котировки и еще ниже. С другой стороны, на этом рынке существует очень и очень серьезная конкуренция, которая не прощает ошибок. Поэтому, если вы инвестируете в игровой сегмент, я настоятельно рекомендую вам не инвестировать только в одну компанию. А инвестировать либо в некий набор компаний, либо инвестировать через ETF. Почему не стоит инвестировать в одну компанию? Потому что новости по одной или нескольким играм или их задержка могут значительно сказаться на котировках. Короче, такие компании очень сильно зависят от своих отдельных проектов. Поэтому я бы не стал ставить ставку только на одну компанию. Но в случае с Activision Blizzard мне сейчас кажется цена достаточно привлекательной. И мне кажется, что акция Activision должна стоить около 90 долларов. Поэтому я сейчас тоже не спеша добираю Activision в свой инвест-портфель. Хотя есть существенные просадки и в других игровых акциях, которым я бы тоже посоветовал присмотреться. Итак, идем дальше. И следующая компания это Skyworks Solution. Один из крупных производителей полупроводников. Итак, Skyworks очень известен тем, что они выпускают очень много продукции для компаний Apple. И сейчас более половины выручки компании Skyworks приходится на Apple. Мы сейчас видим достаточно негативную динамику в акциях Skyworks. За последний квартал акции снизились примерно на 13%. И мне кажется, это очень неплохая возможность для покупки. Краткосрочно мы, конечно, еще можем увидеть снижение до 150 долларов. Но я не вижу причин для того, чтобы акция ушла еще ниже. Дело в том, что сейчас Skyworks активно диверсифицируется. Они стремительно выходят на рынок 5G, автомобилей, GPS и управления энергопотреблением. С новым технологическим циклом развития 5G и интернета вещей, мне кажется, что сейчас Skyworks стоит неоправданно дешево. Ну а если они смогут вовремя предоставить устройство для технологии Wi-Fi 6, раньше чем некоторые их конкуренты, это будет вообще здорово. Ну и как мне кажется, текущие мультипликаторы уже очень и очень привлекательны. Как вы видите, среднее значение по PIE за последние 5 лет было около 16,7, а сейчас же мультипликатор около 15. Ну и если мы посмотрим на прогнозы по выручке, мы увидим рост выручки темпами 11, 8, 4,5% и рост прибыли темпами около 10% в следующие несколько лет. Учитывая все эти прогнозы, покупка Skyworks Solutions для меня сейчас выглядит наиболее интересной. Кроме того, компания еще и платит дивиденды небольшие, около 1,5% по текущим котировкам, но дивиденды растущие и с достаточно низким коэффициентом выплат. Так что дивиденды можно назвать достаточно качественными и надежными. Что же можно отнести к минусам компании Skyworks? Я считаю, что главный минус это, конечно же, сильная зависимость от Apple. Все-таки на текущий момент около 56% выручки приходится на Apple, поэтому если мы увидим некие проблемы с продажами айфонов, то выручка Skyworks пойдет вслед за продажами Apple. Но, как я отметил, компания активно занимается диверсификацией своей выручки. На мой взгляд, компания Skyworks должна стоить около 190-200 долларов за акцию. Акции этой компании я держу в своем инвестиционном портфеле и уже думаю о том, чтобы начать их потихонечку подкупать, увеличивая свою позицию. Следующая акция, о которой я бы хотел поговорить, это компания Moderna. Акции компании Moderna давно находятся на слуху, как одного из самых известных производителей вакцины. И тут тоже произошел очень интересный откат в котировках. За последний квартал котировки акций Moderna снизились более чем на 30%. И тут опять же интересный вопрос. А стоит ли докупать акции Moderna сейчас в свой портфель? На чем произошло такое снижение? Ну, тут сложилось несколько факторов. Во-первых, это некоторые логистические проблемы у компании Moderna. Это высокая конкуренция со стороны других производителей, в частности того же Pfizer. Ну, сами понимаете, Pfizer это огромная компания, которая уже собаку съела на дистрибьюции своих препаратов и вакцин и всего остального. Ну, а компания Moderna это компания, которая вот буквально только что вышла на этот рынок. Поэтому у них нет ни нормальной логистической базы, ни цепочек сбыта. Но руководство уверяет нас, что они в течение нескольких кварталов решат все эти проблемы. А вот если брать качество вакцины, то по результатам многих исследований и по многим статистическим данным, Moderna выглядит одной из самых безопасных и самых эффективных вакцин на рынке на текущий момент. Ну, я уже не говорю о технологической базе компании Moderna, которая является, наверное, сейчас одной из лучших. Потому что Moderna использует особую технологию, которая позволяет ей быстро создавать новые вакцины. Так что в будущем компания Moderna может стать одним из лидеров на этом рынке. Что еще можно отнести к плюсам компании Moderna? Так это то, что у них есть достаточно неплохой пайплайн на будущее. И то, что они получают сейчас просто огромное количество денег. И если они накопят сейчас большое количество кэша, то они смогут использовать этот кэш для дальнейших разработок. Что же можно отнести к минусам компании Moderna? Ну, первый и основной, и, наверное, единственный минус, это, конечно же, то, что компания сейчас целиком и полностью зависит от продаж вакцины от коронавируса. И тут у нас есть определенные проблемы. По прогнозам считается, что в 2022 году компания будет продавать еще большое количество вакцин и извлекать из этого прибыль. Ну, вот уже после 2023 года коронавирус станет чем-то типа сезонного гриппа и такое количество вакцин уже просто не понадобится. Поэтому, судя по прогнозам, прибыль Moderna очень сильно просядет на горизонте 2023, 2024, 2025 года. Но, по прогнозам некоторых аналитиков, может восстановиться за счет других продуктов уже в 2026 году. То есть, на самом деле, если посмотреть сейчас на текущие показатели Moderna, то по PI она реально дешевая. Она стоит всего лишь около 10 форвардных PI, и это реально дешево. Но, если мы учтем падение прибыли в ближайшие несколько лет, то в этом случае, понятно, акцию можно считать достаточно дорогой. Исходя из всего вышесказанного, я могу считать Moderna такой достаточно венчурной историей и не могу рекомендовать покупку этой акции для консервативных инвесторов. Но, если вы готовы к венчурным покупкам и верите долгосрочно в технологическую платформу компании Moderna, то, возможно, текущий откат уже является неплохой возможностью для того, чтобы присмотреться к акциям Moderna и начать приобретать их в свой инвестиционный портфель. Целевую цену тут назвать достаточно сложно. Ну и с учетом того, что это венчур, опять же, я бы не стал брать слишком много акций Moderna в портфель. Следующая компания, о которой я бы хотел поговорить, это, конечно же, компания Illumina. Компания занимается секвенированием ДНК. Если вы хотите узнать подробнее о бизнесе компании, то вот здесь вот в правом верхнем углу сейчас появится ссылочка на видео, где я подробно рассказывал про Illumina. Можете посмотреть это видео. Так вот, пока лютует ковид, секвенирование и исследование ДНК в моменте стали, скажем так, ну, менее интересными. Плюс, с учетом того, что Illumina компания, конечно же, дорогая, она начала достаточно сильно корректироваться. И за последний квартал мы увидели коррекцию в цене акций уже около 22%. Возможно, это уже неплохой момент для того, чтобы приобрести Illumina в свой портфель, если у вас еще нет этой акции. У Illumina на самом деле шикарная бизнес-модель. Она сейчас является лидером на своем рынке. И чем больше она будет продавать аппаратов для секвенирования ДНК, тем больше она будет продавать расходных материалов. Рынок, на котором работает Illumina, считается растущим со средним темпом роста около 19% до 2025 года. Компания имеет достаточно высокую маржу и идеальный баланс. Чистый долг и беда около единицы, а интерес каверич около 23%. Так что с точки зрения баланса о финансовом состоянии компании можно вообще не беспокоиться. Но к минусам можно отметить то, что компания сейчас является очень и очень дорогой. Форвардный мультипликатор PE 2021 года около 65%. Причем аналитики прогнозируют небольшое снижение прибыли в 2022 году. При этом форвардный мультипликатор 2022 года составит 73%, вернется к 63% в 2023 году. Но дальнейшие темпы роста прибыли могут составить около 50-60% в год. В таком случае мы увидим прям неплохой взрывной рост прибыли. Напомню, рынок будет расти темпами около 20% в год. Как вы видите, аналитики тоже смотрят на Illumina позитивно. И тут очень интересный такой растущий график. Еще один минус заключается в том, что это, конечно же, тоже конкурентный рынок. У Illumina есть конкуренты в лице Puck Bio, Thermo Fisher и Giant Technologies. Но пока Illumina все же остается лидером рынка. На мой взгляд, целевая цена по акциям Illumina может быть около 450 долларов. Я уже держу акции Illumina в своем портфеле. И, конечно, если я увижу еще большее снижение котировок, то, может быть, я и докуплю акции Illumina в свой портфель. Но, внимание, я хотел бы отметить еще раз, что сейчас акция компании все же еще очень и очень дорогая. Поэтому я бы точно не стал сейчас покупать Illumina на всю котлету. Что ж, если этот ролик вам понравился, то обязательно поддержите его лайком. Это мне приятно. И это, конечно же, очень сильно помогает продвижению этого видео и продвижению данного канала. Ну и, разумеется, подписывайтесь на этот канал и ставьте на колокольчик, чтобы получать уведомления и не пропускать следующие ролики. А следующий интересный ролик выйдет уже очень скоро. Ну и, разумеется, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Там вы сможете найти гораздо больше контента. Там и новости, и обзоры компаний, и очень интересные подборочки компаний. В частности, недавно разбирали целую серию компаний, которые могут неплохо заработать на новом тренде метавселенных. Поэтому, чтобы не пропустить весь этот интереснейший контент, обязательно подписывайтесь на Телеграм. А ссылочка на Телеграм будет в описании под этим роликом. Всем желаю удачи в инвестициях, друзья. Счастливо!